Здравствуйте, уважаемые блинчики! Меня зовут Дина, вы на канале Дина Блин, и мы продолжаем второй эпизод игры The Council. Сегодня мы уж точно раскусим, кто же является убийцей в этом особняке. Да, мы были как раз в гостях у Эмили, и она нам ничего конкретного так и не рассказала. Она очень уклончиво отвечала на вопросы и никакой новой информации вообще не выдала. С кем нам осталось пообщаться? Насколько я помню, с Пиаджи, а еще с этим сухим старичком. Я забываю, как его зовут. Ну, такой, напомаженный. Напомаженный сильнее, чем я. Кроме того, я думаю, стоит еще проверить балкон в комнате убитой. Это вы мне как раз в комментариях подсказали, потому что я это сделать забыла. Вот комната Адамс, нам сюда. Интересно, а герои слышат всю эту музыку, которая играет в особняке. Может, она у него в голове? Это комната, да? Пробежала два метра, уже забыла. И балкон нас ожидает. Блин, он так стоит. Ой, как я в прошлый раз перепугалась, когда я его увидела. Вот здесь мы нашли клочок ткани. Нет, на балкон не выйти. Да, балкон закрыт. Хорошо. Исключили. И тогда пойдемте, наверное, на другой этаж искать нашу парочку. Еще раз проверю вот эти комнаты, что туда точно нельзя попасть. Тьек. О, а до этого комната была заперта. Это как раз тот гражданин, о котором я забыла. Надеюсь, он не видел. Что? Что-то происходит. Мне нравится, как мы разворовываем их комнаты. О, мед. Мне нужно еще мед. Мне нужно больше меда. Нужно больше золота. Страдания юного Вертера. На первой странице надпись, оставленная фон Вельнером. Дорогая Элизабет, эта книга меньше, чем я могу отблагодарить вас за время, проведенное со мной. Надеюсь, она будет напоминать вам во мне. Ваш вечный слуга. Значит, Фен Вельнер состоял в связи с Элизабет. Впрочем, ничего удивительного, если учесть его любовь ко всему красивому. Да, там было написано. О, уменьшено. Хорошо. Действие со скидкой. Напоминаю, что это много значит для владельца. Какие там есть? Нет, пока у меня нет догадок. Мы еще в какой-то комнате видели такую шкатулку. Там я пробовала папа, но не подошло. А где сам фон Вельнер? Вот он. Стоит, смотрит на камин. Старинный сестерцей... Сестерий? Времен Римской империи? О, еще два осколочка, и у нас будет пополнение. Стойте, 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 стойте. Там еще осталось? А, нет, место, блин. Можно, кстати, их применить. Чем могу быть полезен, Доришей? Лорд Мортимер поручил мне расследовать убийство, которое произошло этой ночью. О, да. Большое несчастье. Чем могу помочь, месье? Вулнерабилите... Вулн... Вулн... Вулнерабилите... Что в переводе с, видимо, французского означает уязвим. Типа, вулнерабил. Я не знаю, почему они решили оставить непроведенное. Давайте спросим. Вы видели татуировки на теле мисс Аддельс? Конечно. Конечно, как их можно не заметить. Я спросил только потому, что мне хочется услышать ваше мнение на этот счет. Она хотела усмирить то, что терзало ее изнутри. Само ее тело стало темницей. По-вашему, она пыталась себя защитить? Элизабет была пламенем, свечой в ночи. Свечой, окруженной непроглядным мраком, полчищами демонов. Называйте, как хотите. Ей пришлось через многое пройти, чтобы не дать своему пламену угаснуть. А что ты делал этой ночью? Я был в своей комнате. Я читал старые мною скрипты перед сном, но недолго. День был тяжелый. А что ты делал днем? Их послушать так никто ничего не делал. Простите за вопрос, но вы были знакомы с мисс Аддельс? Ну, если честно, не совсем. Я обнаружила вас эндскрипт в страданиях юного Вертера. Что вы на это скажете? Осторожнее, Дериша. Не испытывайте судьбу. Да почему они все мне врут? Наши отношения с мисс Аддельс были чисты, и вас они не касаются. Играйте в свое расследование дальше. Но если я первым не знала, кто убил Элизабет, то... Меня устроило бы и короткий. Ответ, но он не ясен из ваших слов. Ха-а-а. Я нищебро, поэтому я буду использовать то, на что скидка. Как долго длились ваши отношения? Не вижу смысла отвечать. Мне так и передать лорду Мортимеру, когда он спросит о результатах расследования? Всего несколько недель. У нас создалось впечатление, что ваш роман окончен. Я прав? И что? А вам-то какое дело? Я бы и пальцем ее не тронула, если вас это интересует. Кто захотел расстаться? Вы или она? Она. Она захотела. Впрочем, мы оба все понимали. Что понимали? Что она молода и прекрасна, а ты... Немало... Ну, там... Ладно, что... Я ничего не имею против вот этих вот... Союзов, где кто-то старше кого-то... Что вы? Делайте, что хотите. Пожалуйста, пожалуйста. Чтобы потратить. Пожалуйста, расскажите мне о ваших отношениях. Это мое личное дело, месье. Верно, и вы все расскажете. Это был страстный роман, поэтому мы и не могли быть вместе. И это пугало. Это как? Так, сейчас я... Я сейчас съем мед и задам последний вопрос. Вы любили ее, не так ли? А это уже не ваше собачье дело. Эмоции говорят за вас, сэр. Ну и что? Да, меня тянуло к ней, как... Мы только к пламени свечи. Поэтому мы и не могли быть вместе. Валерия Меладзе какой-то. Ну, я полагаю, все-таки... Хотя, подождите, подождите минутку. Она от него ушла. Так что он вполне мог по рыбе ревности. А что там у него на ногах? Он в сапогах. Он в сапогах. Но... На рукоятке ножа отпечатки какой-то тонкой, сухой руки. То есть, это либо женщина, либо... Тот мужчина. С помадой. Сейчас отправимся его допрашивать. А где же была комната Холма? Грегори Холм. Блин, да у всех в комнате стоят эти сапоги. Какие-то НПЦ-споги. Куплю жене НПЦ-споги. Это мы уже осматривали. А, возможно, кто-то из них находится не в комнате, а а-ля в библиотеке или еще где-то. Сад. Мы в саду еще не были. Я думаю, сейчас отправимся на первый этаж после вот этой комнаты. Что-то заперто. А если я развернусь, там будет лестница. Не, она только наверх. А нам нужно вниз. Ребята, а вы хотели бы жить в таком богатом доме? Здесь не пройти. Там, по-моему, тоже не пройти. Что-то за прядонька. Но остается вот эта лестница. Погодите, а это что? Что вот это за комната? И... А-а-а! Я пыталась уже в них войти? Нет, сюда нельзя. Пыталась, помню. И прямо по курсу вот эта вот еще будет. Сразу после нашей. Дереше. Дереше, это мы. Пиаджи. И к пиаджи тоже нельзя. И сюда тоже не попасть. Окей. Лестница. Мы бежим их к тебе. Вы представляете, какие расстояния им приходилось проходить каждый день? Захотел в туалет и все. Ну ладно, ладно. В туалет они ходили в эти золотые тазы у себя в комнатах. Стоите, там что-то блестело. Смотрите. Блин, вот, нет. Или там ничего не блестит? А-а, это отражение. А я-то подумала... Мне не попасть вниз. Тогда я попробую вернуться к Мортимеру. И вместе с ним проанализировать все, что мы узнали после опросов. Допросами мы это называть не будем. Нос чешется. О, боже. Мы опять в воздушной тюрьме. В тронном зале. Этой женщине, которая кормила ребенка грудью до пяти лет. Или до шести. Я надеюсь, он не видел. Здрасте. Итак, напомните, что нам уже известно. Купили прошлой ночью. С Пиаджи и Холмом сидели вместе до утра. Бонапарта в Вашингтоне потянули нас после полуночи. А когда они в карты играли? Погодите, погодите. Он с Пиаджи и Холмом сидел. То есть, Холм вне подозрений? Прошу прощения, милорд. Но у меня слишком мало доказательств, чтобы обвинить кого-то в убийстве. Вот как. Что ж, это ваше решение, Луи. И я его принимаю. Здесь гостят видные персоны и решаются важные вопросы. Поэтому позвольте мне завершить расследование самому-то. Нет ли... Я просто хотела... Давайте поговорим о Вашей матери, Луи. Я что, только что сорвала нам расследование? Зачем были вот эти все обходы комнат? Я думала, это просто будет какая-то опция, где мы с ним обсудим то, что мы уже собрали. Мне кажется, что она прячется, на самом деле. Похоже, она очень старается не попадаться на глаза Вашим гостям. Что Вы говорите? Последние пару недель моя мать играет в кошки-мышки, если угодно. Понятия не имею, зачем, но не удивлюсь, если она избегает встречи с кем-то. Вопрос только, с кем? Как Вы думаете, Ваша мать кошка или мышка? Ха. Ну, вообще-то она, разумеется, кошка, но в данной ситуации есть вероятность, что она мышка. Хотела бы ей ответить, что кошка, но, к сожалению, мне все больше кажется, что в этой игре она мышь. Ваш ответ меня не успокоил, Луи. Каков официальный повод, по которому приехала моя мать? Я знал, что она так же, как и Вы, состоит в Золотом Ордене. Мне показалось, что мы многого добьемся, работая с общей... Вы можете не закрывать рты руками? Я не понимаю, кто говорит. Откуда Вам об этом известно? Мсье Бонапарт завел со мной разговор на эту тему. Вот как он поспешил. Мы договаривались, что сперва я Вам все расскажу. Наш друг Наполеон нуждался в средствах для снаряжения своей армии. Я решил помочь ему, поскольку счел, что он далеко пойдет. Позже Вам увидим. Знаете, кое-что меня удивляет. Не слишком ли Бонапарт юн, чтобы уделять ему столько внимания? Вызрите в корень, это хорошо. Не могу не заметить, что Вы с ним очень похожи. Не беспокойтесь, мсье Наполеон скоро проявит себя, а я об этом позабочусь. А еще у меня были большие планы на Сару. Какие? Видите ли, я пригласил нескольких влиятельных людей, чтобы поделиться с ними свои задумки. Собрание состоится уже сегодня. Я планировал, что Золотой Орден примет участие, и все еще рассчитываю на это. Надеюсь, Сара почтит на своем присутствии. Но если вдруг Ваша мать не вернется до начала собрания, не могли бы Вы оказать мне честь и занять ее место? Хотя бы на время обсуждения, пока она отсутствует. Посмотрим. Почему бы и нет. Большое спасибо. Таким образом, Вы сможете передать своей матери все, что обсуждалось на собрании. И еще. Хотелось бы кое-что уточнить. Вы спросили про официальный повод, по которому приехала Ваша мать. Была и не официальная причина ее прибытия? Она кое-кого искала. Недавно в Париже нам пришлось иметь дело с контрабандной оккультных предметов. Мы задержали продавца, который собирался сюда навстречу с заказчиком. Моя мать приехала выяснить, кому он хотел продать украденную вещь. И как зовут Вашего продавца? По-моему, был фон Борхерт. Блин, капец. Это как же упомнить-то? Борхерт, Брохерт. Ну, Борхерт более по-немецки звучит, что ли. Брохерт. Брофист. Выбираем фон Борхерт. Его звали фон Борхерт. Имя покупателя нам неизвестно. Нет, я такого не знаю. Я только одного не понимаю. Можете предположить, зачем Ваша мать скрывается уже которую неделю? Она сошла с ума. Отличный вариант. Такой мамкин де реше. Мне кажется, она что-то обнаружила и после этого избегает встречи. Может быть, она что-то обнаружила? Например? Моя мать прирожденная сыщица. Если она взяла след, то ее ничто не остановит. Могу лишь сказать, что Сара переменилась. Когда она только приехала, мы с ней провели немало времени, обсуждая мировые проблемы. Похоже, Вы близко знакомы с моей матерью, Милорд. О чем Вы с ней разговаривали? О, чего мы с ней только не обсуждали, когда выдавалась свободная минутка. Мы могли часами разговаривать обо всем на свете. От полета месье Бланшара, Бланшара на воздушном шаре, до Явского мирного договора. От принятия метрической системы во Франции в прошлом году, до изобретения американца Элли Уитни. То есть, мы настолько не эрудированы и не развиты в политических темах, что мы можем только... Ого! Такие... О! Вот это весть! Моя мать наверняка была в восторге от Ваших бесед. Она всегда стремилась расширять свой кругозор. Странно, что она не обнаружила... Не обсуждала с Вами крестовые походы. Это ее любимая. Шутите? Мы с Сарой целыми днями о ней говорили. Целыми днями. Так уж совпало, что я тоже интересуюсь крестовыми походами. Особенно третьим. Один из моих предков прекрасно проявил себя во время осады Акро. Мне стыдно, мне стыдно за нашего героя. Из-за того, что мы ничего не читали по эрудиции, мы не можем блеснуть в разговоре с Милордом. К сожалению, Милорд, я не в курсе истории крестовых походов. Ничего страшного. У вас впереди много времени. Если только ты не скачаешь КС-ку. Ваша мать весьма эрудированна, в отличие от Вас. Она достойный объект подражания. Да, знаю, но мне тревожит. У нас есть куда более серьезный повод для тревоги Луи. Какой? С момента исчезновения Вашу мать видели лишь однажды. Накануне Вашего прибытия она очень удивила нас к Грегори. Она подстерегла Эмму, сестру-близнеца Эмили Хиллзбру, и застрелила ее. Не успел Грегори вмешаться, как она вновь исчезла. Прошу прощения, что? Получается, то, что я видела на пристани, происходило в особняке на самом деле. Матушку застрелила сестру Эмили, за которой Таи приехала. Зачем ей это? Простите, сначала я узнала об остизаниях не с Адамс. Теперь об этом я не знаю, что и думать. Мне надо привести мысли в порядок и разобраться. Вы упомянули, что много общались с ней, когда она только приехала. А что произошло потом? Бьюсь, я и сам не знаю. Ваша мать с каждым днем все больше замыкалась в себе и не объясняла, почему. А потом она просто-напросто исчезла. Куда она уходила, когда хотела побыть одна? В такие моменты она запиралась в кладовое этажом выше. Можно смотреть? Ну, разумеется. Я пошлю туда слугу с ключом. Благодарю. Это все, что я могу рассказать об исчезновении вашей матери, Луи. Хотел бы я знать больше. Тогда я пойду по ее следу и буду искать дальше. Благодарю. Встретимся позже, когда приедет последний гость. Опа, последний гость. А пока я попрошу кого-нибудь из лук открыть для вас в кладовую. Спасибо. Я очень переживаю, что мы сами прервали свое расследование. Комната прямо напротив кабинета Мортимера. Нафига мы всех опрашивали и искали улики? Я расстроена.